Привет, умники! Сегодня мы вместе с вами узнаем, что нам сулит новое поколение Горилла Глаз, почему наводнение облюбовали Краснодарский край и где начинается наука будущего. Подробности далее. Стеклодовый Скорнинг представили новинку, улучшенную версию производимого их работодателем алюма силикатного стекла Горилла Глаз, устойчиво к ударным и механическим воздействием. Этот хрупкий с виду материал давненько используют в своих гаджетах многие известные производители электроники, с тех самых пор, когда перфекционист Стив Джобс решил, что царапины на пластиковые поверхности экрана смартфона совсем уж не эстетичны. Как заявляют разработчики, новый продукт стекольной инженерии, который они назвали Горилла Глаз 5, отличается от представленного пару лет назад предшественника больше износостойкостью, а еще в два раза лучше держит удар при падении с определенной высоты на твердые, что особо примечательно, неровные поверхности. Климатологи из Московского государственного университета института ФРАН раскрыли причины развития речных наводнений, поразивших приморские районы Краснодарского края в последние годы. Исследователи составили карту всех наводнений, анализируя ее, а также сопоставляя данные с информацией, представленной Федеральной службой гидрометеорологии и МЧС, выявили основные особенности этих природных катаклизмов. Экспертами в частности была установлена некоторая цикличность краснодарских наводнений, которая составляет 6-7 или 10-12 лет в зависимости от временного периода. А причинами наводнений были названы сложный рельеф местности, большое количество речных водоемов и неудачное расположение населенных пунктов. В Казани состоится вторая международная научная конференция «Наука будущего», на которой соберется более тысячи представителей научного сообщества из России, а также Великобритании, Франции, Германии, Италии, Греции и США. Они поделятся результатами собственных исследований, расскажут о новых направлениях развития современной науки. В рамках конференции будут обсуждаться вопросы в таких сферах, как медицина, промышленность, гуманитарные науки, освоение космоса, атомная энергетика и другие. Программу конференции формировали сами участники. Ведущие ученые, входящие в состав программного комитета и представляющие различные области наук, включили таким образом в повестку только самые актуальные темы. Это были самые актуальные новости науки на сегодня. Пока-пока!